Это значит, что наша страна выполнит главное международное обязательство по Конвенции о запрещении химического оружия, полностью ликвидирует своё химическое оружие. Хочу отметить, что наша страна, несмотря на то, что планировала завершить эту работу к 2020 году, завершает её раньше намеченного срока в текущем 2017 году. Ещё в 2017 году президент Владимир Путин отчитался о полном уничтожении химического оружия. Но через год оказалось, что химоружие в России всё-таки есть. И об этом узнал весь мир после того, как сотрудники ГРУ из войсковой части 29155 отравили новичком Скрипаля и его дочь. Но откуда ГРУ получает этот новичок? Кто продолжает заниматься производством и разработкой химоружия в России? Инсайдеры и Биллингэт изучили биллинги телефонов ГРУшников, ответственных за отравление новичком Скрипалей и болгарского вооруженника Емельяна Гебрева. Руслан Баширов. Александр Ветров. Вы работаете в ГРУ? А вы работаете в ГРУ? Я нет, а вы? Их я нет. Я нет. Перед спецоперациями с новичком сотрудники этой войсковой части встречались с главой ГНИ военной медицины Сергеем Чапуром, токсикологом и специалистом по антихолестеразным ядам, к которым относится и новичок. Утро 27 февраля 2018 года, три дня до начала операции в Солсбери. В штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе собираются сотрудники войсковой части 29155. Тем же утром Сергей Чапур прилетает в Москву, созванивается с Мишкиным и сразу отправляется на Хорошевское шоссе. Через три часа он выезжает на другую встречу в 27-й научный центр. Туда к нему навстречу приезжают специалисты из еще одного научного центра «Сигнал». После этой встречи трое сотрудников ГРУ из войсковой части 29155 Мишкин, Чапига и Сергеев отправляются в Британию, а Чапур в течение всей операции остается на связи с сотрудниками ГРУ, в том числе начальником войсковой части 29155 генерал-майором Андреем Аверьяновым. Научный центр «Сигнал» был создан как отдельное подразделение в 2010 году в Москве. Туда перешли ведущие сотрудники 27-го научного центра. Его работники получают до 1 миллиона рублей в месяц, а у самого центра есть разрешение на работу с продукцией и технологиями, которые могут быть использованы при создании химического оружия. Интересно, что у центра есть серия патентов на биоактивные добавки и сухие смети для спортивных напитков. Поэтому, когда Петров и Баширов представлялись продавцами спортивного питания, это была своего рода шутка для своих. Ну, если вкратце, это фитнес-индустрия. То, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины, геймеры и так далее. «Сигнал» работает не только над химоружием. Здесь также исследуют нанокапсуляцию – технологию, при которой мельчайшие частицы вещества капсулируют оболочку другого вещества, изменяя его свойства. Применялась ли эта технология для новичка – неизвестно. Но она позволила бы обезопасить удравителей и сделать новичок более эффективным. Мы неоднократно заявляли, ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось. Вопреки заявлениям Захаровой, в России не только остается химоружие, но и разрабатывается. Например, политик Алексей Навальный был отравлен новичком нового образца. Это подтвердила Организация по запрещению химического оружия. Интересно, что сигнал, где модифицирует новичок, располагается в одном здании с организацией, занимающейся уничтожением химического оружия, Федеральным управлением по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Циничным образом создают новое химоружие прямо под носом у тех, кто должен его уничтожать. Продолжение следует...